Слово с коротким майником матча мают старший тренер команды Днамынск Сергей Петрович Амельянчук и голодный тренер команды Арбит Белас Юрий Усивич Пунтус. Первым мы слово пропонуем у гостям Сергей Петрович Калиласко. Особо по игре хотелось бы говорить, потому что проиграли по всем статьям. Здесь можно поздравить соперника с победой. Проиграли прежде всего в характере, потому что какие бы тактические наработки не были, но у футболиста должен быть характер. Если его нет, то здесь сложно уже что-то наигрывать и так далее. Потому что футболист это прежде всего мотивация и характер. Помимо, пускай не играет для тренеров, для болельщиков, для клуба, но у него есть на майке фамилия его, за которую он всегда во всех клубах должен играть. И за эту фамилию он должен в каждой игре выкладываться на 100%, потому что за ним и родители, и жена, и семья. И после таких игр приезжать домой и смотреть им в глаза, мне лично стыдно на самом деле. Так что по игре особо ничего не скажешь, потому что безобразие. У меня все. Дякую, Сергей Петрович. Юрий Васильевич Пунтус, футбольный клуб Торпеда Веласка-Ласка. Ну, конечно, выигрывать у такой команды, как Динамо Минск. Наверное, соглашусь с Сергеем. Это он сказал. Я просто под этими словами тоже как бы подписывал, что мы по всем статьям сегодня обыграли. И по счету, и по игре. Вот. Я очень доволен. В общем-то, как настраивались, как думали. Но это нужно было, конечно, одно дело думать, как я и сказал ребятам. А второе, в их ногах, в них, в их голове это все воспроизвести. Конечно, сегодня в плане того, что конец сезона и Динамо играло вот эту пропущенную игру в славе. Во-первых, дальняя поездка. Во-вторых, результат, наверное, не самый для них приемлемый. Все это, наверное, отложилось. Но нам надо было этим воспользоваться. Вот я думаю, что мы и грамотно, и правильно воспользовались. То есть, было очень важно, чтобы ребята вот эту разницу в настрое, в эмоциях и в физическом сегодня превосходстве, они это на практике показали и доказали. Оно так и получилось. Поэтому, ну и, конечно, я очень рад, что вот вчера праздник такой, я первый раз узнал, что есть такой праздник мужчин. Я как бы уже вчера их поздравил с этим праздником и сказал, что мужчины ли они на самом деле из большой буквы, они сегодня должны были это доказать. Вот они доказали. И в ракурсе, если кто был очевидцем той игры, которую мы провели в Витебске и заслуженно ее выиграли, а у нас просто-напросто забрали эти два очка, вот они, как бы все это сложилось, и я рад вот этому обстоятельству. Дякую. Пытание коллеги Кридовского. Владимир. Владимир Петров, призван, Сергей Петрович. По-моему, вопрос. Наушитов, на мой взгляд, был одним из тех игроков, которому как раз-таки не предъявишь претензии в отсутствие характера, но опять травма. Что случилось, насколько серьезно? Травма задней поверхности бедра. Так что попросил замену. Будем смотреть уже. Медицина будет работать по этому вопросу. Дякую. Юрий Васильевич, у вас в заявке отсутствовали Кузьминок Абрадовича? По каким причинам? Кузьминок по причине, буквально вчера мы его отправили с базы. Он не ночевал, потому что, ну, тут правильно, и я был за медицина. То есть это простыл или как сейчас заболел. Вот, а Абрадович ему в той игре с Ислычью был даже, насколько я понимаю, разрыв задней поверхности бедра. Ему даже требуется операция. Я думаю, что до конца сезона мы вряд ли его увидим. Хачатуряна вы оставили в запасе сегодня, в связи с чем? Нет, ну, сегодня это уже тайны нет. У нас в запасе было пять футболистов. Хачатуряна и Левицкий, они были записаны, чтобы не бросать тени в огород наш, что мы сегодня не полноценны. Они бы и сегодня не могли выйти, они и не переодевались. Дякую. Есть еще питание коллеги? Коллеги, давайте подякуем головным тренером на этом конференции. Наши завершенные встречи. Субтитры создавал DimaTorzok